Всем привет! С вами снова Дава и как вы видите у меня на столе стоит опять табак Азур но не та темная линейка которая между Дарксайдом и Танжирсом а именно сейчас компания Азур зашла на российский рынок с продуктом, который может реально подтягаться с самим Фумари. Почему? Сейчас расскажу. Это американская компания Ребят, реально американская потому что я уже тестил Мне самому было интересно Неужели это очередной какой-то наеб Потому что меня много раз так наебывали И я всегда как бы прохавал фишку И говорил, бля, нихуя, нахуй Это Нижний Гновгород, блядь Вы, наверное, поняли о чем, да, сейчас идет речь Так вот, я проверил его Погуглил домен американский И самое главное, что эта компания имеет американский гугл адрес Я, конечно же, забил, блядь, что такое гугл адрес и как его получить Оказывается, гугл адрес получают только те компании, которые реально находятся на территории США Но об этом чуть позже Так вот, у нас есть золотая линейка Азур и она вот в таких вот баночках 500 граммовых Самое интересное, что здесь не идет Что ты открываешь и у тебя лежит большой 500 граммовый пакет Внутри этих коробочек Лежат маленькие 50-граммовые То есть в одной баночке 10 50-граммовых пакетиков одного вкуса У меня же есть абсолютно вроде все вкусы, которые есть в Азуре Я сейчас грею блубери маффин Да, вы уже по названию поняли, что это реальный конкурент Табаку Фумари Но, когда я его прокуривал Я читал эти названия Я этот вкус курил И, соответственно, сравнивал его С Фумари Так вот, давайте сейчас быстро пробежимся по вкусам И я каждому вкусу дам маленький комментарий А потом мы уже нашу чашечку взорвем На которую я только что поставил угли Так вот, первый вкус Блубери маффин Я его еще не пробовал, но как бы о нем скажу Идем дальше Что у нас есть? Лимончелло То есть, лимончелло я уже попробовал Да, это реально тот самый же лимончелло Только он более кислее И какой-то более натуральный Берри мания Обычные ягоды без мяты Довольно-таки вкусные Хотя в наше время сейчас очень мало реально ягодных вкусных табаков То есть, вкусов Голубая дыня не очень мне зашла Так, кейн минт Я про кейн минт от Азура Я еще говорил на черной линейке О том, что Я попробовал кейн минт от Азура Собственно, мы все знаем, как это в курице И попробовал кейн минт от Азура Сразу скажу, что да Он мне как-то немного показался странным До тех пор, пока я не попробовал Настоящую американскую мятную конфетку Кэнди кейн минт То есть, это та самая конфетка С которой все сейчас как бы пытаются Воссоздать этот вкус в табаке И именно в Азуре Он более-менее приближенный К самой реальной конфете Ямайка Бриз То есть, такой свежий Фруктово-тропический вкус Ну, на любителя Винтер Роуз Это непонятный вкус Очень свежий Соответственно, такой АК-холодок Свежесть Как мы это любим называть в кальянах Тропический Тропический цитрус То есть, цитрус плюс тропики Это помыла, грейпфрут вроде в нем тоже есть Космополитен Думаю, мы все знаем Довольно-таки насыщенный Даже приторный, сладкий вкус Я очень дико ненавидел Этот вкус унахл Меня просто от него рвало Винтер Пич Тоже холодный персик Назовем это так Обычным нами любимым языком Так Лемонграсс Это лимонные леденцы Именно с привкусом Такой цедры Ну, тоже на любителя Возможно, я же больше люблю Именно лимоны, которые сладкие Тропикал Парадас Я его не курил Поэтому сказать ничего за это не могу Цитрус Мани Обычные классические цитрусы Немного прислащенные Вот он мне очень понравился Виноградная Мания Мне не сильно зашла Винтер Черри Также холодная вишня Если сравнивать эту вишню С альфакеровской вишней То альфакер, конечно же, впереди Потому что, наверное, скорее всего Это связано с тем, что Я очень сильно люблю Альфакеровскую вишню Бористо Чойс Это просто топ Ребята, если вы будете покупать Азур либо черной Либо желтой линейки То Бористо Чойс Это реально ваш топ И этот вкус, который вы дико полюбите Циамон Куки Тоже топовый вкус Для тех, кто любит что-то пряное Кондитерское Такое прям топчик Мне тоже зашло Винтер Оранж Холодный виноград То есть, как бы я понял уже Здесь есть и холодная линейка И более стандартная линейка Шоколад Чоколайт Минт Если его сравнивать, допустим, с Чоку Айсом От Нахлы То, конечно же, Нахла впереди Но он один из лучших, наверное, правильно Передаваемых вкусов Шоколада и именно мяты То есть, в пропорциях Здесь реально, как бы, ну, угадали, ребята Свит Саммер Сан Я его курил Это Даже сейчас я не могу понять, что это за вкус Но это также цитрусовый вкус Более-менее, как бы, курибельный Фанадзе Бич я не курил Ненавижу название, где есть пляж Чай Масала Топчик Для тех, кто любит реально пряное, но не такое резкое, как Панрас То чай Масала довольно-таки приятное Такое молочным оттенком Кокомания тоже не курил Биг Эйпл Не курил, но я понюхаю Я думаю, мне кажется, что Анисово Это двойное яблоко По-любому сейчас будет Ух ты! Нет, это сладкое яблоко Надо будет покурить его Отложу в сторонку Мелон Мания Дыня тоже не курил Спайс Берри Это ягоды То же самое, что смешать Альфакеровские ягоды И именно Пан Масалу Не Панрас, а Пан Масалу От Авзала И вот получить такой вот эффект Довольно-таки интересно Грейти не курил Потому что не сильно яркий любитель Эрл Грейти Более от нахлы Также холодные ягоды Винтерберри Кэнди не курил Цитрусовый чай Курил Сравнивал его с Фумари Он менее химозный Но вот чего-то в нем вот такого вот не хватает Скорее всего это связано На том, что я еще не сильно прикурился к этому табаку И не могу сказать, что прям вау Это намного лучше Лимонный маффин Это как лимонный пирог Только более-менее какой-то прикольный Так сказать Белые мишки Гами Гораздо Вот белые мишки Гами Гораздо пизже Чем в Фумари Белые мишки Гами Чоколадный пирог Личи Личи не курил Хотя я даже и не знал, что у меня есть лич Наверное пропустил Просто занюхаю сейчас Прямо занюхаю Так Калифорния Блю не курил Реально какие-то калифорнийские пидорасы Наверное Что-то такое с ними связано Пинаколада Топчик на любителя Сладко-приторно Такой алкогольной ноточкой Ну кому-то зайдет, кому-то нет И последний у нас вкус Это Каролина Пич Это персик, который прям персик всем персиком Так вот, собственно, быстро по вкусам пробежали Потому что я не хочу это растягивать на 40-50 минут Поэтому мы, собственно, уложились в 7 минут Так вот, давайте, собственно, взрывать И я уже немного расскажу про этот табак И что вообще он из себя представляет во время курения Он очень жаростойкий Поэтому его реально приходится очень долго греть Ну и, собственно, соответственно, не нужно переживать, что он сгорит Почему я именно в этом табаке упоминаю фумари Потому что задача этого табака Также создать конкуренцию именно продукту фумари Поэтому, соответственно, я здесь и упоминаю все плюсы и минусы Между фумари и азуром И азуром перед фумари Он не обладает такой непонятной стартовой нотой При раскуре, как, допустим, фумари Ты вроде его минут 20 погрел Начинаешь взрывать А дыма нет, как у фумари Здесь же он плавно нарастающий И хорошо прям начинает просто пиздохать Пиздохать и пиздохать И буквально хватает 7 тяжек Да, там под колпаком Чтобы вывести его конкретно на самую дымную позицию И вынести это гостю Что касается химозы, она непонятная В некоторых вкусах она прочувствуется Прямо вот чувствуется ноткой химии В некоторых прям вообще натурал продукт А в других прям вот серединочка такая Как бы ты и понимаешь, что это более такой ненатуральный вкус Но при этом он довольно-таки приятный И курить его довольно-таки тоже приятно По времени курения примерно вкус Теряется около 35-40 минут А дымность остается на уровне И потом просто ровно по щелчку он умирает Вот просто взял и умер Поэтому вот такие вот новые продукты Как Азур и другие, на что я снимал Они начинают потихонечку заходить на рынок Потому что у них все сделано нормально То есть это красивый, аккуратный пакетик А как бы сильно я не любил табак Нирвана То есть как бы сильно я не не любил табак Нирвана Но то, что они с ним сделали Это полнейшая просто хуйня Пакеты как попало И вообще сырье испортилось И просто Нирвана стала дерьмом И она скоро канет в лету Так же, как и когда-то нахло Что еще касается, да Приятно Приятно иметь такие пакетики и такие баночки Знаете, как Азерчай Вот Азерчай Очень прикольные баночки И, соответственно, их также можно потом использовать В хозяйстве Отдарите своей маме, супруге, сестренке Пускай она собирает в них что-то Детям можно отдать под лего Как бы, ну, блядь Одни плюсы, короче Это хуйни всей Так вот Поэтому я знаю, что после выпуска Про Азур из темной линейки Многим захотелось его попробовать Я даже какие-то вкусы раздал Да, там, как я и говорил Люди приезжали, забирали Я сам кому-то отвозил Так и с желтой линейкой А запоминайте, ребят Я реально всех жду Кто с Москвы И кто в эти дни будет в Москве Я вас жду на большую презентацию Табака Азур Которая пройдет в Мяте На Пушкинской По адресу Страстной Бульвар 11 Точную информацию я вам попозже Скину в виде официального приглашения Поэтому там будет у нас проходить Именно дегустация Этого табака Черной линейки И голд линейки Также там можно и будет его приобрести Либо взять бесплатно И все остальное То есть пробники и так далее Это будет 16 ноября Как я и говорил В Мяте на Пушкинской Я сейчас являюсь бренд-шефом Мяты Поэтому собственно зову вас всех к себе Ну собственно вот так вот запомнили 16 ноября Мята Страстной Бульвар 11 Метро Пушкинская Чеховская И еще какая-то Так что вот так вот Это Азур Голден Лайн Такой прямой конкурент Фумари Хотя Фумари давно уже на рынке И Азуру будет немного сложно Но Также здесь играет большую роль Именно психология курения Все привыкли допустим К вкусам от Фумари И когда они курят Похоже вкусно Немного отличающийся Даже в лучшую сторону Они говорят что не очень То же самое у меня было Допустим Ладно приведу пример Самый любимый Вот многие тащатся по Эрл Грею от Нахлы Просто прям реально дрочат Да на этот вкус Но Если бы вы первым Попробовали не Эрл Грей от Нахлы Шахерезады А допустим Альфакер Эрл Грей То вы бы говорили бы Что Альфакер Эрл Грей Самая охуенная А Нахла это хуйня Потому что у вас бы этот вкус Заложился бы В сознании То же самое что и сейчас Я даже курю вроде бы Азур Но я его почему-то сука Все равно по ароматике Сравниваю именно с Альфакером Потому что это мой самый первый табак Который я прям Полнейше Сто процентно изучил Так вот Всем спасибо за просмотр Сейчас у нас уже Три утра Я пришел только после смены Поэтому все вот так вот В тараторе В тараторе В тараторе Подписывайтесь Ставьте лайки И конечно же Жду вас 16 ноября На дегустации этого табака Всем пока До свидания Субтитры сделал DimaTorzok